Сельское хозяйство В отсутствии закрепленных направлений и форм государственной поддержки не может быть гарантирована стабильность условий развития нашего сельскохозяйства, сельско-сельхозтоваропроизводителей. Законопроектом определены цели и субъекты государственной поддержки, основные меры направления государственной поддержки и сельского хозяйства. К мерам поддержки мы собираемся относить предоставление бюджетных средств, субсидий, предоставление налоговых льгот, обеспечение квалификационной и кадровой поддержки, консультационные услуги. В точке зрения направлений подчеркнуты и оленеводство, и животноводство, и товарная аквакультура. Отдельный приоритет сделан растениеводству, которое требует дополнительной поддержки и развития. По словам Альберта Чебдарова, для эффективного развития аграрного сектора необходимо стабильное финансирование, которое должно быть гарантировано путем законодательного закрепления направлений и форм господдержки в сфере развития сельского хозяйства, на что и направлен данный законопроект. Он позволит снизить административные барьеры и повысить оперативность разработки и принятия нормативных правовых актов. Студентов-медиков и ординаторов поддержат из средств окружного бюджета. Более 12 миллионов рублей направлено на дополнительную поддержку этой категории граждан. С 1 января 2019 года в Ниинском автономном округе начали действовать дополнительные меры социальной поддержки студентов и ординаторов медицинских высших образовательных организаций. Соответствующий закон, инициированный губернатором Ниинско-автономного округа Александром Цибульским, был принят в конце 2018 года. С начала 2019 года на дополнительные меры поддержки студентов и ординаторов из окружного бюджета уже направлено более 12 миллионов рублей. Речь идет о стипендии, компенсации стоимости аренды жилья за пределами округа и проезда к месту учебы и обратно, а также к месту практики. Так, обучающиеся на отлично могут рассчитывать на ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей. Тем, кто учится на хорошо и отлично и хорошо, полагается стипендия в 3000 рублей. Кроме того, из бюджета округа компенсируется аренда жилья за пределами региона, но не более 10 тысяч рублей и проезд к месту учебы обратно раз в два года. А также ежегодно к месту прохождения производственной практики и обратно, но не более 20 тысяч рублей. По информации профильного департамента, такими мерами поддержки сегодня пользуются 5 отличников и 9 человек, учащихся на хорошо. Им выплачена стипендия на общую сумму 5,7 миллиона рублей. Более 5 миллионов направлено на компенсацию части стоимости аренды жилья в Санкт-Петербурге, Архангельске и Сыктывкаре. Такой мерой поддержки воспользовались 13 человек. Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно, а также к месту прохождения производственной практики выплачена 11 студентам. На эти цели из бюджета округа направлено 1,3 миллиона рублей. Девятилетняя Варя Журавлева из Нинского округа перенесла нейрохирургическую операцию в израильской клинике, о чем сообщили родственники девочки. А в регионе продолжается сбор средств на ее лечение. Неравнодушные жители округа и других регионов страны уже собрали и перевели семье Журавлевых более 6 миллионов рублей. Журавлик живи. Акции и благотворительные ярмарки с таким названием направлены не только на финансовую, но и на моральную поддержку, которая сейчас так необходима семье Варе. Школьный конкурс «Мисс Ягодка». Девочки в красивых платьях стараются проявить себя, чтобы забрать главный титул. Среди них 8-летняя Варя Журавлева – веселая, талантливая девочка. Никто тогда не мог предположить, что через два года ей предстоит вести борьбу со страшным недугом – раком мозга, медулобластомой четвертой стадии. Почему болезнь выбрала именно ее? Вопрос, на который не может ответить никто. Бороться за здоровье своего ребенка семья решила в израильской клинике, но стоимость лечения превзошла все ожидания. Щита растут, и Журавлевым пришлось рассказать о своей беде с призывом о помощи. Уже за несколько дней было собрано более 5 миллионов рублей. В детском саду «Гнездушка», куда ходила Варя, как и во многих образовательных учреждениях, организовали благотворительную ярмарку. Родители и дети несут выпечку, игрушки и прочие вещи на продажу, чтобы вырученные средства отправить на лечение Варвары. Варюшка, вы зарабливай! В родной группе с говорящим названием «Журавлики» воспитатель Варю вспоминает ее дошкольные годы. Как ни по возрасту, начитанную и мудрую девочку, мечтающую стать археологом. Мы всегда спокойная, всегда послушная, миленькая девочка такая всегда соглашалась, такая самая высокая была, стройенькая, но очень послушная, очень послушная девочка. На прыгулке она всегда ходила рядом со мной, она не бегала, не носилась, как со всеми детьми, всегда рядом со мной мы сидели, а она там рассказывала разные истории. Ждут выздоровления и возвращения Вари в музыкальной школе. Талантливая юная Домриска с первого дня обучения стала подавать большие надежды. Варечка просто схватывает все на лету. Произведение вот я только успеваю ей давать, она сразу наизусть, то есть она очень много трудится дома. Звук домрый, ей нравится. Любимых много произведений, репертуар очень большой у Варечки. Мало того, что эта девочка талантливая, трудолюбивая, у нее очень светлая душа, у нее необычайно развита фантазия. При поддержке городского отделения почтовой связи запущена акция «Журавлик живи». Любой желающий может сложить бумажного журавля, написать на нем добрые пожелания Вари и принести в главное отделение почты, откуда журавлики улетят прямиком в Израиль, где сейчас находится на лечении Вари. В сложной жизненной ситуации любому человеку важна моральная поддержка и оказать ее очень просто. Что касается поддержки материальной, перевести любую сумму можно напрямую на счет семьи Вари. Номер телефона и номер счета для перевода вы сейчас видите на своих экранах. В Нейнском округе упростили процедуру получения социальных выплат для жителей Тундры. Речь идет об освобождении оленеводов и чумработниц от необходимости ежегодной перерегистрации для получения социальных выплат. Соответствующее постановление принято на заседании администрации Нейнского округа. Как отметил в своем докладе руководитель окружного профильного департамента Сергей Свиридов, меры социальной поддержки в округе предоставляются с учетом принципа адресности и критериев нуждаемости. Поэтому ежегодно жителям региона необходимо подтверждать право на получение мер социальной поддержки. В то же время кочевой образ жизни не позволяет оленеводам и чумработницам вовремя проходить перерегистрацию, что в свою очередь приводит к потере права на получение полагающихся им социальных выплат. С принятием поправок у оленеводов и чумработниц исчезнет необходимость проходить ежегодную перерегистрацию для того, чтобы подтвердить свое право на получение социальных выплат. К ним относятся такие ежемесячные компенсации, как выплата семьям, имеющим на воспитание трех и более детей, и выплата в связи с рождением третьего и каждого из последующих детей ежемесячного пособия на ребенка, а также тех мер государственной поддержки, которые непосредственно получают оленеводу и чумработницы. Глава региона Александр Цибульский в целом поддержал идею упрощения процедуры получения социальных выплат и пособий с жителями округа. Минздрав России отложил введение новых правил прохождения медосмотра для получения водительского удостоверения. Информация об этом уже поступила в регионы. Напомню, приказ о новых правилах должен был вступить в силу с 22 ноября. Согласно документу, помимо стандартного обследования, у нарколога водителям нужно сдавать анализы на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Такое нововведение увеличивает стоимость медосмотра. По словам руководителя окружного профильного департамента Сергея Сверидова, в связи с расширением перечня необходимых процедур, стоимость медосвидетельствования по расценкам Нинской окружной больницы для категории B увеличится с 1680 до 5390 рублей, для категории C с 4190 до 7900 рублей. Из-за ожидающихся изменений, начиная с 20 ноября, водители в регионах выстроились длинные очереди в наркодиспансеры. С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой было принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Впрочем, как пишет российская газета, в Минздраве не отказались от самой идеи освидетельствования, так как это поможет, по мнению чиновников, отсеять неадекватных людей, которые просто опасны на дороге. Новый порядок будет введен через 7 месяцев с 1 июля 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова